Здравствуйте, меня зовут Спартак Спартакович. Все, кто приходят ко мне на уроки в 7 классе, говорят, я не понимаю геометрию. Все, кто ко мне приходят в 11 классе, говорят, я не понимаю логарифмы. Я ни разу на этом ролике... На этом ролике... На этом канале не разбирал, что такое логарифмы. Я разбирал, что такое степени. И пора бы случиться тому, что этот ролик появится у меня на канале. Значит, что такое логарифмы? Если вы знаете, что такое степени, то, пожалуйста, можете смотреть этот ролик. Если вы не знаете, то лучше пойти посмотреть, ссылочка будет ниже, либо сверху. Мы проходили с вами на уроках по степеням, что 2 в третьей степени это 8. 2 умножить на 2 умножить на 2 будет 8. А логарифмы? В логарифмах нам известно начальное число и известно конечное число. Вот начальное число, вот конечное. Логарифм это просто какое-то число, которое спрятано под каким-то ребусом. То есть вот этот ребус, грубо говоря, нужно решить, в какой степени должна быть 2, чтобы получилось 8. То есть сколько раз нужно умножать 2 по самому на себя, чтобы получилось 8. Три раза. И ответ логарифма 2 в 8 будет 3. Давайте еще. Например, логарифм 3 в 81. То есть сколько раз нам нужно умножать тройку, чтобы получить 81. 3 умножить на 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 3. 3 на 3 9, на 3 27, на 3 81. Опа. Получается 4 тройки, и ответ это будет 4. Логарифм единицы с основанием 607. То есть в какую степень нужно возвести 607, чтобы получилась единица. Но тут все очень просто. Это исходит от системы степени. Любое число, любое число в нулевой степени это единица. Мы это проходили на уроках по степеням. Поэтому ответ будет нулевая степень. Вот этого ребуса ответ будет 0. Давайте попробуем складывать логарифмы. Например, логарифм 2 16 плюс логарифм 3 27. Попробуем это сделать. Что? Значит, 2 в какой степени будет 16? Это в четвертой. 3 в какой степени будет 27? Это третий. И ответ этому будет 7. Вот такой логарифм, логарифм 903 по основанию 903. И естественно, то есть число не изменилось, значит число, которое не изменяется, это просто будет первая степень. Ответ 1. Теперь давайте попробуем пройти некоторые свойства с логарифмами. Логарифм 6 12 плюс логарифм 6 3. Смотрите, если у логарифмов одинаковое основание и между логарифмами стоит знак плюс, мы можем сделать такую операцию, что показатели, вот эти 12 и 3, можно просто перемножить. Что у нас получится? Остается просто логарифм 6. А 12 и 3 мы перемножаем. Получится логарифм 6 36. 6 в какой степени будет 36? 6 на 6 36. 2 числа, значит ответ будет 2. То же самое с вычитанием. Логарифм, например, 10 2 500 минус логарифм 10 25. Что здесь произойдет? Если у нас основание одинаковое, десяточек, да, то мы просто, вот здесь мы, при сложении, мы умножали показатели, а при вычитании мы будем делить показатели. Поэтому пишем логарифм 10. И теперь 2 500 делим на 25. Получится логарифм с основанием 10, 2 500 минус 25 плюс 100. И 10 в какой степени будет 100? 10 в какой степени будет 100? Во втором. Просто перестаньте бояться каких-то страшных названий типа лог. Логарифм просто показывает о том, что вам нужно. Вам дано первое число, вам дано коричное число, а вам нужно найти степень, в которую нужно его завести. И все, это и будет ответ логарифм. Решим вот это. То же самое. Снова, например, с этой стороны 2. Значит, что? Где получится? Благарифм 2, 72, где? 72, где? И что? В 8? В какой степени? 2, 8. Мы уже решили это. 3. Естественно, из примера потяжелее. И лишь дело в практике. Сложно просто надо работать. Как хорошо вы знаете, уравнение, неправильность и так далее. Но что такое логарифм? Надеюсь, у вас проблем не будет. Давайте еще подключим пример выше. Логарифм 2, 4. И поставим между логарифмами знака множества. И номер логарифм. И номер логарифм. И номер логарифм. Логарифм нажать нельзя. Потому что это отдельная числа. То есть, прежде чем опубликовать умножение, то есть, мы можем взять, что в это зависит. Окей. Чтобы их не сами умножать нельзя. То есть, мы не можем взять ее усилий в минус. Поэтому по отдельности мы можем сделать. Логарифм 2, 5. И номер логарифм. 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 в такие базовые, которые проходятся на первых трех-четырех уроках, в пяти, может быть, я объясню. Осталось просто дело практики, наработать это. Вот здесь вот где-нибудь прикреплю домашку, не забудьте сделать ее. С вами был, как всегда, Спартак Спартак, а вечь, надеюсь, вы поняли, что такое логарифмы, и не будете писать комментарии. Что такое логарифмы? Ой, как сложно это. Ой, блин, зачем в школах учить эти трудные логарифмы? И все такое. Поэтому всем пока, кто хочет вступить в мой курс Чайник в подготовке к ЕГЭ, пишите по ссылочке ниже код Чайник. На сегодня все. С вами был Спартак Спартакович. Пока.